Вся диета пошла опять на сморку. То есть я сажусь на диету не для того, чтобы просто вот, знаете, похудеть. Что за улики вообще, а? Крис нашел в машине. Серьезно? Да. Это больше не будет вот так и... Но если этот блин не заедать шоколадкой, то жопа не растет, на самом деле. Видели, у меня жена какая красивая. Друзья, всем доброе утро. Я проснулся после вчерашнего дня. У меня вообще не очень приятное состояние после всей этой еды. Вся диета пошла опять на сморку. У нас там няня наготовила котлеты. Сейчас вам покажу. Прикиньте, как прикольно. Просыпаешься. Здесь котлетки. Здесь броками. Я вообще сегодня уже вставал. Где-то в 6 утра проснулся от непонятных снов. Скинул материал. Мне уже прислали новый влог. Надо идти на тренировку. Утром я наткнулся на видео, в котором говорилось о трех сожалениях, о чем люди сожалеют больше всего. Я как бы об этом знал и знаю. И первое, о чем люди сожалеют, они сожалеют о том, что они не заботились о себе всю свою жизнь. Или заботились о себе мало. И знаете, когда я сажусь на диету, я сажусь на диету чаще всего не для того, чтобы похудеть. Я сажусь, потому что мне уже 29 лет. Да, мне уже 29 лет. И я не хочу прожить до 50. То есть я не хочу, например, чтобы в 50 лет мне было, ну такой я был подуставший уже. Знаете, чтобы был подуставший организм. Я абсолютно уверен, что я хочу, когда дети будут взрослые, я хочу, чтобы я в 50-55 лет путешествовал, там лазил по скалам, забирался на горы, катался на серфинге и прекрасно себя чувствовал. Для этого мне нужно прожить, ну там, до 80, до 90, до 100 лет. И я хочу, чтобы был, я в здравом умею, в здравом рассудке. А это все идет из-за питания. То есть я сажусь на диету не для того, чтобы просто вот, знаете, похудеть. Хотя в целом лишний вес, это тоже про здоровье. И отчасти желание мое похудеть, это именно про здоровье, не про внешний вид. У меня нет задачи, знаете, круто выглядеть для того, чтобы все от меня восторгались. Вау, Миша, ты такой красивый. Нет, я чисто топлю за здоровье, поэтому вся эта история интересна. Но в моменты, когда перед тобой появляется тарелка еды, передо мной появляется тарелка еды, я почему-то об этом забываю. Вот честно вам скажу, я не потому, что я слабый духом, я абсолютно легко могу отказаться от всего. И кто меня давно знает, вы это знаете. Я могу сидеть на диетах, бежать Iron Man, голодать, ну то есть все, что угодно. Но в этот момент я просто забываю. Знаете, забываю истинную цель, зачем мне все это надо. Зачем мне питаться нормально. Зачем мне воду пить, вместо того, чтобы там выпить лимонад. Ну и короче, меня это начинает немного напрягать. Я не знаю, как сделать так, чтобы я не забывал об этом. Вот честно скажу. То есть нужно, я не знаю, татуировку себе на лбу сделать. Хотя на лбу я тоже видеть не буду. На руке, что ли, где угодно вообще. Что-то надо, короче, с этим делать. Как быть, я пока не могу понять. Вообще, конечно, первичная задача для того, чтобы нормально себя чувствовать и быть в хорошем состоянии. Ну, цель это питаться нормально. И одна из задач, это, конечно, пить энерджи. Я его реально пью. Но просто так же я его просто забываю, где вода. Просто точно так же я иногда забываю это делать. И сейчас день я начну именно с него. Кстати, иногда день с него начинаешь, тоже хорошо. А у меня сегодня Smart Go фисташка. У меня идея заключается не в том, чтобы я, еще раз говорю, был сверх каким-то красивым. Хотя это тоже прикольно. Знаете, быть примером для подражания в чем-то. И когда я готовился к Iron Man, и когда я его выступал, у меня была, наверное, одна из самых лучших форм моего тела. То есть я очень круто выглядел, мне нравилось. Люди восторгались этим. Знаете, я всегда, когда люди меня видели, такие, вау, как ты круто выглядишь, офигенно там, пресс, все дела. Но сейчас это не мотивирует. Не мотивирует, знаете, как-то. Нет задачи жить, чтобы тобой восторгались. Конечно, очень круто обретать подписчиков, очень круто обретать аудиторию какую-то, очень круто. Еще раз говорю, быть для кого-то примером в чем-то. Но еще раз говорю, я за то, что просто жить дольше, быть здоровым человеком, наслаждаться. Чтобы у тебя были силы на то, чтобы там кайфовать и так далее. Я говорю, для своей жены очень важный вопрос. Что это? Уважаемая жена, скажи, зачем ты занимаешься спортом? Зачем? На диетах сидишь. Ну, просто это уже образ жизни. Зачем? Ну, вот как и есть, кто-то себе ставит полезные привычки 30-дневные. Это у меня уже вошло в привычку. Так зачем тебе эта привычка? Не знаю, я без этого не могу жить. Это как, не знаю, сходить в туалет. Для меня то же самое. Почему не есть вкусные булочки, сладости и пить с алкоголь? Нет, я не буду себе нравиться. Делаешь, чтобы себя нравиться? Чтобы себя круто чувствовать. Чтобы быть здоровым человеком. Хочу долго жить. Ну, я не хочу прям сильно долго жить. Ну, не сто лет. Я просто хочу в 70-80, чтобы у меня доработал мозг. Я могла играть со своими внуками, чтобы у меня были силы на это. Короче, то, про что я вам говорил. Примерно та же история сейчас в моей голове. Она в моей голове уже длительное время, но у меня вопрос заключается в одном. Как она об этом не забывает. А я об этом забываю. Что делается? Короче, у меня проблема в том, что я поймал себе на мысли, что я забываю. И вот я вроде как бы такой, я хочу долго жить. И хочу быть здоровым и красивым, молодым. И в 50 лазить по горам. Булочку вижу и забываю об этом. Я не знаю. А ты как не забываешь? Не знаю. Что же, давно от булок отказалась. И все, надо отказаться от своей головы. Смотри, дождь бежит. Дой, ну беги к Яне. Ну что, что? Что ты прибежала? Как она что, за тобой будет бегать, чтобы смотреть? Все, шагай, беги, беги. Что за улики? Вообще, а? Крис нашла в машине. Я вчера вечером... Открываю дверь и тут вот вообще. Бутылочка, а это что вообще? Это все как в тумане. Да, я увидел булочку еще как в тумане. Вообще так и происходит на самом деле. Сел ведь со мной на диету. Ну это, все, вот сегодня опять сел на диету. Все, друзья, я сел на диету, если чего. Вообще, на самом деле, я всегда держу свое слово. Всегда вообще. Но единственная проблема это еда. Но ты вот не считаешь, что люди из команды тебя повторяют? Почему они на меня не ориентируются? Ориентируются. Потому что на меня ориентироваться легче. Конечно, я считаю. Но я не понимаю, почему у меня мужика повторяют бабы. Вот в чем вопрос. Да. То есть то, что мужики меня могут повторять и как бы не париться по своему телу сильно. Я не особо на эту тему переживаю. А вот то, что девочки из команды некоторые, они смотрят на меня такие... Ну и как бы вот ты жрешь, и ладно. А вот почему на Крис многие не смотрят? Почему Крис? Крис, это нереально, наверное. Я какой-то... Мне кажется, это нереально. Не, ну я согласен с этим. Иногда кажется, что ты на тебя смотришь и думаешь, ой, господи, да вот зачем все эти мучения? Крис, ты мучаешься? Нет. Тебе нравится, как ты живешь? Нет, я уже давно это выбрала. Это надо просто сделать выбор. В эту сторону. И просто начать делать. Как вот это видео мы смотрели с полезными привычками. И я тоже это ориентировала на себя. Я же сейчас вот встаю утром, и не было ни дня, чтобы я не сделала вакуум. Например. Когда-то я же его не делала вообще. Ну то есть я не делала этого, я не знала про вакуум. А сейчас я это делаю машинально. Пока я не узнала, что есть вакуум, для того, чтобы у тебя живот был подтянут и не вываливался. Кстати, это проблема многих девушек. Да и мужчин тоже. У меня ничего не вываливается. Мне не нужен вакуум. Еще вакуум не делал. У меня все четко, у меня ничего нигде не вываливается. Все подтянут. Я просто люблю... У тебя надута. У меня надута, да. Я просто люблю поесть. Нет, ну я сегодня энергию. А я, кстати, сегодня, я хочу сделать это как привычку. Для того, чтобы создавались новые нейронные связи, нужно внести какую-то привычку в свою жизнь. Делать это ровно, каждый день, ровно 30 дней. Да? Да. Наверное. Вот. И я сегодня начала говорить короговорки. Серьезно? Да. Это больше не будет вот так и... Обалдеть. Корабли лавировали, лавировали, да не вы лавировали. Рассказать вам, что у меня здесь в красном пакетике. Могу вам это рассказать, если будет интересно. Если в комментариях напишите. Интересно, конечно, Миша. Очень сильно захотелось саракисовой пастой. Кстати, Apple Pay работает, если сделать правильную карточку. Приеду сейчас домой, буду есть арахисовую пасту. И если что насчет Apple Pay, если вдруг кто не знает, можно сделать карту Visa виртуальную, и она будет нормально работать. Если кому интересно, я могу про это отдельно влог снять. Когда потренируешься, есть ощущение, что ты выполнил свой долг на сегодняшний день. У тебя как? У меня, что я на шаг к своей победе. Сейчас покажу вам, как выглядит наша еда, когда мы на нормальном питании. Точнее, у Крис так выглядит это всегда. Да, каждый день стабильно. Два раза в день салат должен быть. А у меня периодически. Вот такая миска салата. Это обычно мы съедаем. Дальше. Оливковое масло. Это топчик. Extra virgin. Кстати, ты знаешь, что такое extra virgin? Virgin девственница переводит. Это масло холодного отжима. Самое лучшее, если что. Покажи. Вот нужно выбирать масло всегда. Extra virgin, чтобы было. Оно чуть дороже себе. Дальше. Какие-нибудь овощи жареные. Брокколи или еще что-то на гриле. И мясо. Котлетки вот в данный момент. У нас няня приготовила. У нас котлетки, если что, без хлеба. Мясо какое-нибудь, рыба, стейки, яйца, что угодно. Вот жена, которая мешает салатам в случае. Ну реально круто, когда ты приходишь домой, у тебя уже все готово. Я очень жду, когда мы приедем в Пензу. И там будет наш Сергей. Наш повар, который у нас просто делает лучшую еду на свете. Крис делает блинч. Смотрите. Из двух ингредиентов. Без муки. Короче, рассказываю. Мы этот рецепт когда-то нашли. То есть смысл в том, что здесь яйца. Вон там яйца. Кладется сливочный сыр. Либо в данном случае у нас, например, сметана. Ну это типа сметана здесь. Я не знаю, что это. Мы в Таиланде не нашли сливочного сыра. Обычный вот типа Хохланд. Просто сливочный сыр плавленный такой. И все это размешивается с сахарозаменителем и солью. И получается консистенция. Яйца. Сливочный сыр. Ну то есть там примерно 3-4 яйца можно. Ложку, большую такую жирную ложку сливочного сыра. Добавляйте туда сахарозаменитель. Добавляйте туда соль. Все это нормально. Взмешиваете. И у вас получается консистенция блинная. Просто невероятно вкусная. А, и на кокосовом масле жарите. Получается, что у вас блины без муки. Прям со вкусом блинов. То есть это настолько сильно вкусно выходит, что у нас люди, которые участвовали в силе воли. Они многие чуть с ума не сошли вообще в своих сторис. Я просто вижу, что они Крис отмечают. И многие говорят, это лучший рецепт в нашей жизни. Это самые вкусные блины. Ну то есть это реально прям сильно вкусно. На всякий случай сразу первый блин может быть с комом, друзья. Поэтому мы не судим строго. Первый блин всегда с комом. Да, Крис даже комками ест. Ну и я тоже на самом деле. Потому что реально вкусно получается. То есть можно в целом просто вылить всю эту гущу в сковородку. Всю поджарить. Все перемешать. Получится очень вкусно. А я, кстати, принял решение сейчас вот в данную секунду. Буквально 10 минут назад. Что я теперь буду питаться полностью как Крис. Вот то, что она себе в рот кладет. То и я себе буду кратить. Я сегодня энерджевыпил. И я сегодня энерджевыпил. Я сегодня даже влоги показал. Я тоже сегодня влоги энерджевыпил. И все ел как ты. Ну то есть понятно, что я буду чуть-чуть больше есть. Потому что у меня вес больше. У меня 112 килограмм. А в Крис нет ничего. Крис как половина меня. Даже меньше. Поэтому я чуть больше буду есть. На еду буду есть всю, которую ест вот эта вот женщина. Шеф Михаил Михайлов. Это как... Ну я сейчас буду переворачивать. Блин, ну посмотрите как будет. Все. Никто не видел, да? Что он порвался? Да, огонь. У меня в этом влоге, я просто ем всегда. Всегда ем. Вкусно, правда, очень. Офигенные блины. И самое главное, после него жопа не растет. Не, у меня... Жопа может расти. Вот как у меня она может расти, например. Потому что я могу этот блин заесть шоколадкой. Но если этот блин не заедать шоколадкой, то жопа не растет. На самом деле, вон, видели? У меня жена, какая красивая. Смотрите, как она выглядит. Она ест эти блины. Крис, короче, говорит, ты что же не показываешь, что нужно есть с арахисовой пастой? Мне говорят, потому что с арахисовой пастой ты же не ешь. Вот. Но учитывая, что все же вес у меня больше, я чуть-чуть арахисовую пасту возьму. Арахисовую пасту, немного этого блинчика вот сюда отнамазываете, ложечку. Вот так вот делаете и сворачиваете себе. И получается такой маленький лаваш с арахисовой пастой и блинчиком. Вопрос. Красный. Красный? Фиолетовый? Красный. Фиолетовый. Зеленый или синий? Фиолетовый. Фиолетовый, подожди. Где? У меня тем временем сейчас снова созвон. Знаете ли, чего это показываю? Для того, чтобы вы понимали, что деньги не зарабатываются просто так в сетевом. То есть приходится работать на любых уровнях. Независимо от того, в какой вы квалификации находитесь. Новичок вы или в клубе миллионеров. Не имеет значения. Необходимо созваниваться с людьми, подключать людей, подписывать людей, продавать продукт, разбираться в этом во всем и быть полностью в рабочем процессе. Поэтому это очень важный момент, я считаю. И поэтому часть моих влогов это показывать рабочие процессы. Чтобы люди, которые меня смотрят, они понимали, что те деньги, которые я зарабатываю, они не платятся за просто так. То есть я уже в таком режиме нахожусь 6 лет. 6 лет я работаю, да, с периодами какого-то выключения, ухода, грубо говоря, в отпуск на 2, может быть, 3 недели. Ну, то есть это бывает раз в году, когда я, например, на 2 недели выключаюсь. Но в целом я всегда в рабочем процессе. Я всегда работаю в чатах, провожу вебинары, зумы, работаю с людьми, созваниваюсь и так далее. Продолжение следует...